Привет! Ну что, это второй урок по нашему мини-курсу Unreal Engine 5, где мы создаем свою игру Space Shooter и впоследствии еще ее озвучиваем. В этом уроке как раз Марат расскажет основные части, как сделать кораблик, как сделать так, чтобы он стрелял, а впоследствии мы еще и подключим штатные звуки, которые нашел Марат в свободном доступе. Ну а когда ты досмотришь до этого момента, я предложу тебе крутую идею, интерактив, и я думаю, ты захочешь поучаствовать в этой движухе. Перед тем, как начнется новый урок, я бы хотел, чтобы ты подписался, если ты смотришь это впервые. И на моем канале ты, конечно же, найдешь много информации про саунд-дизайн, про написание музыки, а также теперь и ролики про геймдев. Так как я работаю тоже в студии игровой, где мы работаем над интересным проектом, правда на Unity с использованием движка F-MOD, я, конечно же, тоже буду рассказывать различные практические примеры, как работать с персонажем, окружением и делать различные всякие интерактивные штуки. Ну и самое главное, да, хочу рассказать немножечко про работу в игровой индустрии. Многим интересна вообще эта сфера, и многие хотят попасть в нее, но никто не знает, на что обращать внимание вообще в целом при работе с крупными, да, даже инди-проектами. Я могу так сказать, что один из важнейших моментов — это коммуникация. Когда вы работаете с различными задачами, где совершенно разные способы логической реализации, да, в геймплее, вы очень часто прибегаете к общению с программистами, да, и на примере вот как раз данного урока вы уже поймете, что некоторые моменты реализации вам необходимы были бы, если бы вы общались с программистом для работы с саунд-дизайном, со звуком именно в тот или иной момент. Вы бы, скорее всего, задавали вопрос, где найти, к примеру, ту или иную функцию, которая вызывается для стрельбы, чтобы, соответственно, вы могли подключить звучок посредством, там, простой той же функции, там, play sound. Опять же, способы реализации, способы вариации, как этот звук будет, когда проигрываться, в какой момент — это все зависит от вас. Есть методы более сложные, более интересные, в зависимости, конечно, от проекта и от задач. Но в любом случае, в этом видео вы посмотрите классические методы реализации звука, да, Марат расскажет, как подключить простыми методами с помощью QE звуки, да, и сделать минимальную какую-то рандомизацию. В общем, в любом случае, это уже большой опыт, который вам пригодится и объяснит многие базовые вещи. Так что поехали, вперед, получать новые знания. Ребят, давайте поставим нужную нам карту, иначе каждый раз будем открывать проект и видеть эту пустую карту. Открываем Edit, Project Settings, и вот здесь во вкладке Maps Models выбираем нужную нам карту. Вот она, Map Battle. И сюда тоже. То есть первая — это для эдитора, а вторая — уже для сборки. И вот, кстати, здесь же можно указать гейммод в настройках. Если мы сейчас здесь этот гейммод укажем, то этот гейммод будет применяться ко всем картам, где он не указан. Но на нашей карте гейммод указан, поэтому нам это не нужно. Ну все, погнали. Время делать героя. Открываю локацию, уже созданную, Map Battle. Ищу, где наш герой находится, вот он, Hero. И дабл-кликом открываю Blueprint WP Hero. Нажимая на ссылку Open Full Blueprint Editor, я открываю полный редактор Blueprint. Перед вами поле, где создается логика при помощи Blueprint блоков. Но для начала давайте сначала разберемся с визуальной частью героя, а уж потом приступим к логике. Перешел во Viewport. И слева, где располагаются компоненты, я добавлю сфер Collision. Перенесу эту сферу на Default Scene Root, для того, чтобы эта сфера стала рутовым компонентом. Заодно дал имя Сфер Боди, то бишь Тело. Эта сфера будет являться корнем героя и будет отвечать за логические перекрытия в тот момент, когда астероид будет попадать по герою. Добавлю компонент Paper Sprite. Переминал в PS Боди. PS префикс Paper Sprite. Здесь нам и понадобятся наши предыдущие созданные спрайты. Это будет визуальная часть кораблика. Немного увеличу сферу по радиусу. Где-то 48. А в компоненте спрайта, в параметре Source Sprite, укажу зеленый наш кораблик. Вот он. Ну и заметьте сейчас, если смотреть с передней стороны на кораблик, то мы смотрим с оси Y, то есть с правой стороны. Но вообще-то камера находится вот в таком положении. Поэтому если бы мы сейчас запустили игру, мы бы увидели такую картину. Или бы вообще ничего не увидели. Поэтому нужно повернуть сам визуал на 90 градусов. По оси Z на 90 градусов. И также отключим коллизию у спрайта. Оно здесь не нужно. Потому что за коллизию отвечает сфера. Во вкладке Collision выбираем пресет No Collision. Скомпилируем и сохраним. Теперь добавим огоньку из сопла. Также добавляю компонент Peppa Sprite. Назначу имя PS Fire. Это будет первый огонек. Надо добавить 0.1. И сейчас скопирую. Будет 0.2. Оба выделяю для удобства. Убираю коллизию снова. No Collision. И назначу спрайт огня. Fire. Снова нужно повернуть на 90 градусов. По оси Z. Оба. И расположить под сопло корабля. Надо повернуть еще на 180. Вот так. И располагаю каждый огонек под каждое сопло. Хотя, наверное, я сейчас более точные значения впишу. По X, насколько помню, 0.1 там поближе. По Y минус 25. По Z минус 40. Также 90 градусов поворот. Здесь 0. Здесь 180. Для второго огонька то же самое пропишу. Так. Здесь 0.1. Здесь плюс 25. Здесь минус 40. Также 9... А почему 270? Нет. 90 градусов. Здесь 0. А здесь 180. Ну да, что-то уже похоже-похоже на кораблик. Напоминаю, у всех спрайтов коллизии отключены. Небольшое уточнение, почему огоньки по X в позиции 0.1 стоят, а не по 0, как сам кораблик. В момент рендера может происходить мерцание, потому что здесь происходит наслоение на одной и той же позиции. И чтобы этого не было, мы немного сместили сами огоньки вперед. И, кстати, важно, этому визуалу корабля нужно указать режим полупрозрачной сортировки, чтобы избавиться от этого мерцания. Вкладка RENDERING, параметр TRANSLICENCY SORT, указываем единицу. Этот параметр отвечает за приоритет сортировки полупрозрачности. Я по привычке сразу компилирую и сохраняю, потому что иногда бывает, что движок вылетает. Так, ну давайте посмотрим, что вообще получается. Ну да, уже есть кораблик. Уже есть кораблик, который бороздит галактику. Уже неплохо, уже что-то получается. Продолжим. Перешел во вкладку EVENGRAPH, где мы будем строить блупринтовую логику. Итак, по идее, кораблик должен двигаться за курсором мыши. То есть, фактически, кораблик мы будем перемещать при помощи мыши. Этот блок нам не нужен, сразу его удалю. Стоп. Небольшая вставочка. Так как я уже привык пользоваться горячими клавишами, и на некоторые действия я дополнительно назначил горячие клавиши, то вы сейчас и впоследствии, возможно, увидите, как ноды сами по себе вставляются. Создаются функции, макросы и там подобное. Я делаю эту небольшую вставку для того, чтобы вы увидели, как это создается через интерфейс самого редактора. Слева, где вы увидите во вкладках GRAPH, функции, макросы и переменный variable. Здесь есть вот такие кнопочки и плюсики. Нажимая на них, вы можете добавить функцию, макрос и так далее. То же самое с переменными. У меня это просто назначено на горячую клавишу. Отдельно хочу сказать про блок родительского вызова. Давайте его так сейчас перенесу. Разберем это на примере BeginPlay. Что это такое, я объясню позже. Итак, есть какая-то нода, какой-то ивент. Например, BeginPlay. И у него есть родительский вызов. Вот видно, написано, что Parent. Если вы немного разбираетесь в ООП, то есть объектно-ориентированном программировании, то вы прекрасно понимаете, что от классов можно унаследоваться. То есть создать дочерний класс. Зачем это нужно? Ну, например, я могу создать какой-то базовый класс персонажа, того же героя или, например, противника. Какой-то базовый класс противника, представим. Ну, тот же астероид. В нем будут заложены основные функции, основные параметры к астероиду. Но я могу унаследоваться от этого астероида в дочерний класс и что-то еще добавить. Ну, например, поменять цвет астероиду, поменять его размеры, поменять его форму, может быть, скорость или еще что-то. И таким вот способом я могу делать несколько разных астероидов, хотя основа у них у всех одна. Так вот, для того, чтобы мне вызывать логику родителей, то есть логика, которая была в базовом классе астероида, мне первоначально необходимо вызвать этот самый блок Parent. Чтобы его вызвать, по блоку нажимаем правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбираем ADD Call to Parent Function. Я сейчас это удалю. Вот. И уже его подключаем. Также хочу добавить, что, возможно, вы увидите на Event Graphic, как добавляются какие-то ноды, причем сами по себе. Я использую горячие клавиши, но эти горячие клавиши, они назначены по умолчанию, поэтому, скорее всего, они есть. Например, тоже Begin Play, чтобы вызвать, я нажимаю на клавиатуре английскую P, зажимаю прямо, и нажимаю левую кнопку мыши. Появляется на этом месте Begin Play. D-Delay, B-Branch, например, G-Gate и так далее. Все эти блоки вы можете посмотреть по горячим клавишам в настройках своего редактора. Вот они. E-Board Shortcuts. И здесь вы можете посмотреть и также и назначить. Итак, для начала настроим инициализацию. Значит, это Begin Play, это Tick, здесь еще был Begin Overlap, но он нам сейчас не нужен. Итак, Event Begin Play. Событие при начале игры. Это событие вызывается, когда объект инициализируется. Этот объект может быть уже на сцене, и тогда инициализация пройдет в момент создания мира. Либо этот объект может быть заспавнен в сцене, и тогда Event Begin Play вызовется в момент спавна. В любом случае, Event Begin Play вызывается при инициализации объекта. Обычно здесь делают первоначальные настройки объекта. Допустим, его стартовая позиция, начальные параметры и так далее. Добавлю сюда новую функцию, это будет инициализация героя. Init Hero. Ну и сразу подключу на Begin Play. Да, кстати, блоки можно комментировать. Мы фактически уже опустились в программирование, ну, то есть визуальный скриптинг. Чтобы сделать комментарий, выделите нужные вам блоки, и в контекстном меню в самом низу выберите Create Comment From Selection. Также можно создать комментарий при помощи клавиши C на клавиатуре. А вот тут еще одно событие, называется Event Tick. И оно вызывается при каждом обновлении кадра на экране монитора. Ну, наверное, припоминайте, что такое FPS, частота кадров, 60, 120, 90, 30. Ну и, конечно, чем чаще и быстрее отрисовываются кадры, тем плавнее картинка. Гораздо приятнее наблюдать за 60 кадрами в секунду, чем 15 FPS. Откуда берутся такие цифры? Это количество кадров за одну секунду. То есть возьмите одну секунду, поделите на 60, вы получите 16 миллисекунд. 16 миллисекунд нужно в вашей видеокарте, чтобы отрисовать один кадр и предоставить вам на экран монитора. Ну, конечно же, FPS не может быть всегда стабильным. Всегда вот ровно 60 FPS. Он может плавать. 58, 59, 60, 62. И для того, чтобы точно знать время отрисовки текущего кадра, существует такой параметр, как Delta Seconds. На выходе вы получите количество секунд, понадобившись для отрисовки текущего кадра. Ну, например, 0, 33, 0, 16 и так далее. Я уже по привычке всегда подключаю parent вызов, хотя не факт, что будут дочерние классы. Так вот, а зачем же нужен все-таки этот Event Tick? Event Tick удобен тем, что можно каждый кадр обновлять какие-то значения. Ну, например, можно обновлять позицию объекта, который смещается. Или можно обновлять скорость, плавно ее изменять. Например, мяч, летящий в ворота. Или же движение лифта. Или же плавное изменение цвета. И нужно каждый кадр это изменение, конечно же, обновлять, чтобы изменение происходило плавно. То же смещение, изменение цвета и так далее. Давайте посмотрим это, как действует на практике. Я создам сейчас функцию мувинга как раз-таки для движения. Сразу подключу к тику. Создам комментарий. Назову тик. Открываем эту функцию дабл-кликом. И начинаем внутри стряпать логику. Итак, нам нужен курсор мыши. Точнее, положение этого курсора мыши. Причем, относительно экрана. Даже не экрана, а окна игры. И вот очередное новое понятие. Player Controller. Мы не создавали свой собственный плеер-контроллер. Он нам не нужен. Нам достаточно будет воспользоваться уже готовым базовым плеером-контроллером, который по умолчанию подключен к гейм-моду. Player Controller, ну, чтобы вам было проще понять, давайте объясню так. Фактически, это промежуточный слой между игроком и управляемым персонажем. Игрок это тот человек, который сидит за своей клавиатурой-мышкой, и играет. Ну, иногда игрок может быть искусственный интеллект. Да зачем вообще нужен этот плеер-контроллер? Почему без него-то нельзя? Ну, вспомните, например, GTA. Человек управляет своим персонажем. Он добегает до машины, садится в машину и уже управляет машиной, а не персонажем. Он также может сесть за мотоцикл и управлять мотоциклом. Он также может сесть за баранку у велосипеда и управлять велосипедом. Уже сколько персонажей фактически набирается. Велосипед, танк, машина, сам персонаж главный герой. И все они имеют разное управление. Да и не только управление. Сами эти персонажи, объекты, они разные сами по себе. Где-то нужно ковылять ногами, где-то нужно крутить педали, где-то нужно крутить колеса, где-то нужно крутить траки. И все это по-разному. Но при всем при этом, через один плеер-контроллер игрок управляет этим всем. Давайте уж пока так далеко не будем заходить вперед, это слишком уж бездонной темой, тем более для начала. Плеер-контроллер как раз-таки содержит в себе позиции курсора мыши. Правой кнопкой мыши по пустому месту и вызываем плеер-контроллер. Get player-контроллер. Заметили, наверное, плеер-индекс 0? Это по умолчанию. Это индекс или номер плеер-контроллера. Так как плеер-контроллеров может быть на сцене несколько. Ну, например, в мультиплеере. Нам сейчас это не важно. И вот теперь вытягиваем из плеер-контроллера позицию курсора мыши. Convert mouse location to world space. Ну, а если быть совсем точным, то мы таким способом конвертируем позиции курсора мыши в 3D координаты в пространстве. В игровом пространстве. То есть трехосевая система координат x, y, z. А курсор все-таки у нас двигается в двух осях x и y. То есть благодаря этой функции нам не придется заниматься этой долгой нудной математикой. Из булевого значения return value я вызываю блок branch. Вот он он. Из branch есть только два выхода true и false. То есть таким способом мы проверяем получение координат. Смокли ли получить координаты или же все-таки нет. Может произошла ошибка или курсор вышел за предел окна. Но если все-таки получилось true, мы продолжаем логику. Если же все-таки false, то останавливаемся. Вызву еще один дополнительный блок. Make literal float. Вообще я мог бы так не делать и сразу просто умножить на число или на переменную. Я просто показываю, что и такой способ тоже есть, тоже работает. Мне нужно умножить координаты на какой-то коэффициент. Чтобы я мог регулировать скорость перемещения кораблика в зависимости от скорости перемещения курсора. Пока что пусть будет коэффициент 100. Потом, может быть, я поменяю это число. Вызываю блок break vector для того, чтобы разбить векторное значение на три флотовых значения x, y, z. Кораблик у нас будет двигаться только в пределах осях y и z. То есть влево-вправо и вверх-вниз. Вызвал блоки clamp, чтобы ограничить перемещение кораблика в пределах окна. Пока что впишу значения от минус 1000 до 1000 и от минус 600 до 600. Возможно, потом эти значения я буду менять. Создам новую переменную при помощи вытягивания из векторного выхода. Promote to variable. Да, так тоже можно создать переменную. Назову ее target pose. Это целевая позиция, к которой будет стремиться кораблик. Просто вырезал и снова вставил для того, чтобы отсоединить. Хотя можно так и не делать. На входе вызываю блок make vector для того, чтобы собрать этот вектор въедино. И подключаю пины y и z. Заодно саму переменную подключаю к выходу true. Посмотрите сюда. Если этот target pose я применю сразу же к позиции кораблика, то кораблик у нас будет жестко ходить за курсором мыши. А мы хотим, чтобы он двигался плавно. И вот как раз таки сейчас нам в этом и поможет тик. Эту позицию мы будем интерполировать плавно. Из текущей позиции кораблика в target pose позицию. Он будет перемещаться плавно. Вызываю функцию setActorLocation для задания позиция эктора в игровом мире. И еще, чтобы получить текущую позицию нашего кораблика, я вызываю функцию getActorLocation. И вот теперь делаем смещение из этой точки в эту точку. Кстати, хорошим тоном будет сделать переменную приватной, чтобы к ней не было доступа из ниоткуда, кроме как этого блупринта. Это вам понадобится на будущее, чтобы никто не смог поменять значение этой перемены и вмешаться в работу скрипта. Теперь будем производить интерполяцию. Я вызываю блок whereInterruptTo. GetActorLocation я подключаю к пину current, а targetPost я подключаю к пину target. Выход я подключаю ко входу setActorLocation. В пин deltaTime необходимо подавать значение deltaSeconds. Для этого есть блок getWorldDeltaSeconds. А здесь внизу задаем скорость смещения из текущей точки в целевую точку. Пока что впишу скорость 8. В дальнейшем, может, буду изменять это значение. В целом, получается вот такая схема. Хотя тут есть еще кое-что, ее стоит дополнить. Вне зависимости от того, получаем мы положение курсора мыши или не получаем, мы все равно должны интерполировать кораблик к позиции. Имеет смысл выход с бренча false подключить также к setActorLocation. Только сейчас поаккуратнее это сделаем. Ну, далее больше идет перфекционизм. Вы можете раскидать эти блоки, как вашей душе угодно, но все-таки правила хорошего тона. Нужно сопоставить эти блоки упорядоченно, закомментировать так, чтобы другой человек, который придет и будет смотреть ваш блупринт, он сразу понял, что там происходит. А не так, что там полный хаос творится и потом через буквально два месяца вы даже сами не понимаете, что вы сделали. Ну и давайте проверим, что у нас получилось. Ну да, в целом работает. Кораблик двигается за курсором. Вот, пожалуйста. Он уперся в лимиты и дальше своих лимитов не уходит. Ну, что, отлично, неплохой результат. Движуха, про которую говорил, я предлагаю озвучить нашу игру, поучаствовать тебе. У меня, как уже известно, есть Бусти подписка. И здесь какая возможность? Ну, во-первых, подписаться на Бусти хотя бы как наблюдатель, чтобы ты не пропускал всякие такие коллаборации, движухи, где мы совместно будем устраивать джемы какие-то, совместно разборы твоих проектов, либо вот такие движухи, как сейчас. Короче, суть какая? Подпишись на Discord, наш канал, как раз там все результаты, вся движуха будет, да, переписка и на Бусти. Задача какая? Сделать ассеты, сделать звуки к нашей игре, скинуть в наш чатик в Discord, ты его найдешь, скорее всего он будет в челленджах, да. И там, соответственно, мы будем выбирать лучшие звуки и встроим их впоследствии еще и в игру. Встраивать будем различными методами, будем, скорее всего, подключать тот же F-MOD. Я буду показывать, как с ним работать. Скорее всего, тоже поиграемся с WISE. Ну, короче, будет интересная движуха, где мы вместе будем с тобой делать, скажем так, дальше обучающие материалы. Да, и тем ребятам, кому нравится вообще геймдев индустрия, обязательно подписывайтесь. И помимо вот этого маленького курса будет еще полноформатный курс 3D-игра от первого лица шутер в стиле Serious Sam, где мы, соответственно, будем также ее делать с нуля, а впоследствии, опять же, будем озвучивать и делать саунд-дизайн к ней. Игрушка будет закрывать все, скажем так, вопросики, которые возникают у вас при разработке игр. В общем, как итог, наши курсы, которые я организовываю с ребятами, сам записываю. Они закрывают множество различных сфер. Программирование, написание музыки, саунд-дизайн, работа с фильмами, работа с играми. Так что я надеюсь, этот контент очень полезен для тебя. Ну ладно, пришло время научить кораблик стрелять. Создам блупринт Эктор снаряда. Назову его Blueprint Laser Bullet. Сразу открываю его, перехожу в граф. Опять же, этот ивент нам не нужен. Удаляю. Event Tick, наверное, тоже. А вот этот я оставлю. Опять, сразу же, по привычке, ставлю parent вызов. Ну и идем сначала во Viewport делать визуальную часть. Снова так же в компонентах добавляю Сфер Коллижен. Вот он он. Переношу в Root. Переименую Сфер Body. Добавляю Paper Sprite для визуала. Переименовываю в PS Laser. Так, это будет 0.1. И еще добавлю 0.2. Скопирую. Снова оба выделил для удобства. Ну и, в принципе, все то же самое. Выделяю оба Paper Sprite. Указываю визуал. Отключаю коллизию. Так, вот он этот лазер. Коллизию отключаю. No Collision. Сдвигаю каждый лазер по сторонам. Фактически кораблик будет стрелять одним снарядом. Но с виду это будет казаться как два лазера. Нет смысла делать два логических снаряда, когда один снаряд будет делать ту же самую работу. Фактически оптимизация. И да, точно, нам эти лазеры нужно развернуть в сторону Х. Почему? Потому что наш кораблик будет лететь вверх. Фактически в Z+. Но стрелять он будет именно из своей оси Х, то есть вперед. Значит, эти два лазера нам нужно развернуть в сторону Х. Спавнить этот снаряд мы будем из самого корабля в нужной позиции, в нужной ориентации. Уже относительно корабля. Блин, придется обнулить все-таки позиции, потому что иначе положение будет задано неверно. Сейчас обнулю, поверну как надо и потом снова расположу эти лазеры. Поворачиваю по оси Z на 90 градусов. И еще мне нужно повернуть на 90 градусов по оси Х минус 90 градусов. Даже более точные значения впишу 0 и минус 90. И здесь тоже 90. И сейчас их размещу по сторонам. Внимание! Сейчас важно! Я добавляю новый компонент. Projectile Movement. Сейчас подробно этот компонент рассматривать не будем. Проще говоря, этот компонент предназначен для того, чтобы двигать снаряд. Собираю, сохраняю. Еще один важный момент. Я беру ссылку от компонента с Fairbody, перетаскиваю мышкой на EventGraph, от этой ссылки вызываю функцию Ignore Actor When Moving. Буду подключать эту функцию на Event Begin Play и в качестве эктора укажу кораблик главного героя через функцию Get Player Pwn. Да, таким способом можно получить ссылку на главного героя. У входного булевого пина ставлю значение True, то есть ставлю галочку. Следует игнорировать. Ну и добавлю комментарий и нет. Смотрите, я сделал довольно-таки важную вещь. Дело в том, что когда кораблик стреляет этим снарядом, он с ним соприкасается. То есть фактически на логическом уровне он может получить урон, он может получить дамаг. И чтобы этого не произошло, на инициализацию этого снаряда мы поставили функцию для того, чтобы проигнорировать этот самый кораблик. И чтобы этот снаряд просто прямо и улетел. Ну я думаю, никто же не хочет, чтобы корабль сам себя пристрелил, да? Теперь давайте настроим Projectile Movement Component для движения снаряда. В первую очередь уберем воздействие гравитации на снаряды. Иначе потом выпуленные снаряды будут лететь вниз. Нам это не нужно. Далее задам скорость. 2000 хватит. Initial Speed и Max Speed ставлю одинаково. В принципе, столько будет достаточно. Также подбирается опытным путем. И укажем галочку Show Bonds для того, чтобы у снаряда была детекция попадания по чему-либо. Ну, например, по астероиду. И чтобы выполнять логику по попаданию, у Projectile Movement есть специальный ивент для этого. Выбираю Projectile Movement, прокручиваю Details вниз и вот он ивент. Ивент on Projectile Bonds. Каждый раз, когда снаряд будет куда-то ударяться, этот ивент будет вызываться. На выходе есть пин, указывающий во что или куда снаряд ударился. Оттуда мы можем взять информацию. Благодаря этому можно передать объекту Damage. И вот давайте для этого я как раз создам сейчас функцию. Назову функцию ImpactFromBullet. Добавлю на вход этой функции точно такой же пин. Тип перемены HitResult. Уже привык все, что входит в функцию называть с префиксом In, а все, что выходит из функции с префиксом Out. И сразу подключу, добавлю комментарий, назову Hit. Дабл кликом открываю функцию. Ну и теперь буду делать логику нанесения дамага, нанесения урона по тому объекту, по которому попал снаряд. Из пина Hit я сразу вытащил BreakHitResult для того, чтобы получать информацию. HitActor это тот самый Актер, который будет получать урон. Вызвал блок Apply Damage и сразу все подключил. Вписываю в значение Base Damage единицу. Что это значит? Это наносимый урон. Сюда нужно вписать хоть какое-то положительное число, потому что если там будет стоять 0, то этот дамаг вообще не будет вызываться. А также нужно указать, кто наносит этот дамаг. Event Instigator. Урон по астероиду пришелся от лазера, который был выпущен пушкой корабля. А кораблем управляет игрок. Вызываю блок GetInstigatorController. Напоминаю, самая ближайшая связь к игроку это PlayerController. DamageCauser то чем наносится урон, то есть лазером. Указываю Self. Самого себя. DamageType класс нам сейчас не потребуется, потому что у нас сейчас будет только один вид нанесения урона. Ну и после того, как этот снаряд нанес урон, можно его уничтожить. Взываю блок SetLifeSpan. Устанавливаю время жизни 10 миллисекунд. Ну и еще, чтобы я сюда хотел точно добавить, это время жизни снаряда вообще всего, чтобы этот снаряд не бороздил галактику вечно. Так как этот снаряд улетит вверх за пределами экрана и он фактически уже не нужен. Своего рода оптимизация, уничтожение неиспользуемых снарядов. В списке компонентов выбираю BP Laser Bullet Self. В Details ищу Initial Lifespan. Поставлю 5 секунд, думаю хватит. Соберу, сохраню. В целом сам снаряд готов. Если что-то еще понадобится, позже сможем добавить. Ну а теперь давайте приделаем кораблику пушку, чтобы он стрелял лазерами, даже автоматически, с определенной скорострельностью. Стрелять будем левой кнопкой мыши, а для этого нужно сделать настройки инпута, ввод с внешних устройств. Переходим в Edit, Project Settings и слева ищем вкладку Input. В открывшейся вкладке находим Action Mapping, раскрываем. У себя сейчас удалю, чтобы вам показать, как добавлять. Нажимая плюсик, вписываю имя, пускай это будет Fire, и в списке ниже ищу левую кнопку мыши Left, Mouse Button. Вот она. Перехожу обратно к герою, правой кнопкой мыши по пустому месту, и ищу Event, по имени который был вписан в Inputах, Fire. И теперь у нас есть отдельный Event, который будет вызываться по нажатию левой кнопкой мыши. Давайте для начала создам функцию одиночного выстрела, так и назову Single Fire. И каждый раз, как будет вызываться эта функция, будет выпускаться один снаряд. Создание объекта на сцене происходит через спавн. Spawn Actor From Class, спавню снаряд, BP, Laser Bullet. Режим спавна всегда, пусть игнорирует коллизию. Овнер и инстигатор я подключу этот самый корабль. Инстигатор точно должен подключаться управляемый персонаж, а вот к овнеру можно подключить любой эктор, кто является хозяином этого снаряда. Также необходимо указать точку спавна снаряда, правой кнопкой мыши Post-Pawn Transform, выбираем Split Struct Pin. Transform содержит в себе три переменные позицию, ориентацию и масштабирование. Этим действием мы раскрыли Transform. Для удобства рекомендую использовать компонент Arrow, стрелка. Этой стрелкой удобно задавать позицию и ориентацию. Давайте, кстати, добавим сейчас эту стрелку. Я добавляю компонент Arrow, назову FireDir. Поверну стрелку вперед, то есть вверх, и расположу немного дальше к носу. То есть появляться снаряд будет здесь, а лететь он будет по направлению стрелки. Продолжаю делать логику, я вытаскиваю ссылку на эту стрелку FireDir, вызываю от FireDir блок... Не тот. Вызываю Get World Location и блок Get World Rotation. Соответственно, подключаю их к спавну. Location и Rotation. Scale остается единичным, размер снаряда нам менять не нужно. И еще добавим звук выстрела. Вызываю блок PlaySound 2D, потому что у нас все будет происходить на одном месте, то есть 3D позиционирования тут не будет. Ага, вот теперь пришло время поработать с Куя-Редактором. Перехожу в папку с аудио, со звуками. Правой кнопкой мыши по одному из лазеров выбираем Create Куя. Задам имя Sound Куя Лазер. Куя это своего рода ассет или файл, в котором могут содержаться несколько звуков. Эти звуки внутри Куя можно миксовать, выбирать рандомно и производить другие интересные манипуляции. Добавим еще один звук лазера, просто перенесем. Итак, у нас есть два исходных звука лазера, давайте их зарандомим. Вызываю блок рандом и подключаю оба лазера. И еще добавим немного модуляции, чтобы каждый раз менялся тон и громкость. Добавляю блок модулятор и подключаю к выходу. Смотрите, в этом блоке модулятор можно указать пич и волюм, минимальное и максимальное значение, то есть тон и громкость. Каждый раз при воспроизведении будет выбираться рандомное значение в этом диапазоне. Сейчас послушаем эту модуляцию, я специально сделаю большой диапазон, чтобы вы услышали это. я думаю, понятно, что делает эта схема. Во-первых, рандомно выбирает звук, во-вторых, модулирует. Но нам не нужны такие большие значения, поэтому сделаем где-то в пределах 0.9 1.1 Все достаточно, сохраняем и теперь возвращаемся к логике героя, применим этот лазер. Ищем его в списке, вот он, применяем, собираем, сохраняем. Итак, в принципе, кораблик уже должен уметь стрелять, давайте проверим, я подключу функцию Single Fire к левой кнопке мыши, соберу и проверим. Ну, в целом работает, но нам нужно, чтобы он стрелял автоматически, то есть нажали левую кнопку, он стреляет, отпустили левую кнопку мыши, он перестал стрелять, значит, пришло время сделать функцию Скорострельности. Создам новую функцию, назову ее Shooting, добавляем новую булевую переменную, которая будет отвечать за состояние стрельбы. Называю переменную BeCalFire, префикс Be означает булевая. Вообще этот префикс Be имеет только булевый и пошло это от эпиков, я честно не знаю почему, возможно, иногда бывают функции с таким же названием. Вытаскиваю назначение сет этой перемены на граф, подключаю к левой кнопке мыши, Preset True, когда кнопка нажата и Released, когда кнопка отпущена False. Опять же можно эту переменную сделать приватной, для того, чтобы не было доступа извне. Пишу категорию Private и также ставлю эту галочку, так как эта перемена предназначена только для внутренней работы. Функцию Shooting подключаем к Tic, так как нам нужно постоянное обновление. Открываем эту функцию дабл-кликом и начинаем делать логику стрельбы. Нам нужен некий таймер, который будет вести отчет, когда можно стрелять, а когда уже нельзя стрелять. За таймер можно взять обычную флотовую переменную. Перемена с числовым значением с плавающей точкой, то есть 1,5, 2,7 и так далее. Создаю новую переменную Rate of Fire Timer Rough Timer тип переменной флот. А также нам нужно знать значение скорострельности. Создадим еще одну такую же флотовую переменную, куда будем вписывать это число. Ну то есть выстрел в одну секунду, выстрел в две секунды. Назову просто Rate of Fire. Пока поставлю значение 400 миллисекунд, позже могу подрегулировать. Кстати, эту переменную можно открыть, нажать глазик справа, и в Details указать, что она только для чтения. Эта переменная является просто параметром, который можно настраивать извне. А переменную таймер я перенесу в категорию Private. Вытасываем Get переменной таймера на граф, и если этот таймер меньше или равен нулю, вызываем Branch, подключаем, то в такой ситуации нужно еще проверить, а можно ли стрелять. За это отвечает наша булевая переменная Be Cal Fire. Проверяем, true она или false. Если уже таймер нащелкал и можно стрелять, значит к true подключаем Single Fire, выпускаем один снаряд. Еще нужно обновить этот таймер. Задать таймеру значение Red of Fire, чтобы он щелкал по новой. Если же таймер все-таки не ноль, то нам нужно отнимать значение Delta Seconds. Напоминаю, это время обновления кадра. Отнимаем от таймера каждый тик значение Delta Seconds до тех пор, пока он не будет равен нулю или не станет меньше ноля. Вытаскиваем опять Get флотовый переменную Red of Fire таймер, вызываем минус, точнее блок Subtract. Поднимаем Get World Delta Seconds и присваиваем новые значения к таймеру. Подключаем на выход бренча False. Аккуратнее как-то расположу, сохраню, горячая кнопка сохранения Ctrl S. Ну и все, давайте тогда проверим, попробуем, полетаем, постреляем. Отпустил, нажал. Ну в целом неплохо, все хорошо, работает. Субтитры 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 Продолжение следует...